Вот эти вот домики, вот это домики, вот этот, вот этими вот руками, вот, вот, знаете, она со мной на равных строила. Теперь говорят, мы это все должны сломать, понимаете? Поселок Шипси, Туапсинского района Краснодарского края. Люди массово собрались здесь сегодня для того, чтобы рассказать очередную историю о том, как у нас в Краснодарском крае происходит массовый отжим земли. Той земли, которую в свое время им давали в аренду абсолютно на законных основаниях, но теперь Генеральная прокуратура России выступает со странной инициативой забрать то, что, в принципе, на праве аренды принадлежит людям. Сейчас они об этом более подробно расскажут, но мы хотим подчеркнуть, что вся причина, конечно, в том, что вот эта земля в Шипси, она золотая, потому что находится рядом с морем. Мы с мужем приобрели путем переуступки право аренды на землю в селе Шипси, как и много очень людей, таких же, как и мы. В 2015 году пансионат Шипси заключил договор с администрацией Туапсинского района. Все документы зарегистрированы в Росреестре и нам переуступили право аренды. Мы это все расчистили, привели в порядок, провели воду, канализацию, свет. Построили кто-то капитальные строения, кто-то быстровозводимые некапитальные строения. И теперь на нас подали иск, что эти земли, администрация Туапсинского района, не имела права заключать, что они принадлежат Краснодарскому краю. Иск подал зам генерального прокурора, объединили в два иска. Первый иск был, вошли люди, которых не освоенные участки. Приводили в порядок документы, проводили свет, воду, канализацию, все эти коммуникации. И пока они все это делали, наступил вот такой момент печальный. Два иска. Первое уже заседание прошло 18 мая. Суд признал договора аренды ничтожными. В суде полностью все ходатайства адвокатов были отклонены. Не признали ни одного довода наших адвокатов. У нас есть документы 2014 года, подтверждающие, что ЗАГС Собрания Краснодарского края, комитет по вопросам имущественных и земельных отношений написал в адрес пансионата ШИПСИ, что эти земли принадлежат Туапсинскому району. Также есть заключение прокурора о том, что это земли Туапсинского района. И два заключения департамента имущественных отношений, что эти земли принадлежат Туапсинскому району. Я правильно понимаю, что эти документы во время судебных слушаний вы пытались приложить к материалам дела, но суд вам отказал. Да, все верно. Тем не менее, что он принял? Ничего, нам сказали, что это личное мнение вот этих людей, которые подписывали эти документы. То есть официальная позиция чиновников Краснодарского края является лишь личным мнением с каких-то пор, по мнению суда. Но тем не менее, к сведению они приняли какую-то другую бумажку, да? Да, они приняли отзыв департамента имущественных отношений, который подписан представитель департамента по доверенности. То есть какую должность занимает этот представитель, вообще непонятно. Это довольно-таки частый случай, когда суд к сведению принимает какие-либо документы без печати, без подписи именно должностных лиц, первых лиц края. Это делается для чего? Ну, для того, чтобы должностные лица обезопасили себя. И когда суд принимает сведению какие-то документы, которые не имеют никакой юридической силы, получается, вроде как, виноватых нет, если у людей вдруг, ну, отожмут землю. Ответчиками почему оказались мы, простые люди, граждане Российской Федерации. Если это было в 2014 году, все сделано непромоверно, то мы-то купили это все правомерно. У нас проходило много судов, мы обращались в суды, уменьшали кадастровую стоимость. Администрация Туапсинского района подавала на нас в суд за несвоевременную плату, арендной платы. То есть они, все эти годы, они считали эти земли своими, Туапсинского района. Любой судья должен это знать. Если человек хотя бы один раз оплатил аренду, это автоматически означает, тем более в администрации, это автоматически означает, что договор законен. Как сейчас можно это оспорить? И почему до сих пор в таком случае ни одной из должностных лиц, которая подписывала эти договора аренды, оно не привлечено никакой ответственности. Ответчики, как всегда, крайние люди. Также в договоре есть пункт права и обязанности арендодателя передать арендатору участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленным договором. Глава нашего шипсинского поселения отзыв на слушание дела пишет. Администрация шипсинского сельского поселения Туапсинского района ознакомлена с исковым требованием, просит вас рассмотреть дело на усмотрение суда в отсутствие представителя администрации. До сих пор не утвержден генеральный план вот именно как раз этого поселения шипси. Что интересно, нужна именно та земля, тем, кто вот по всей видимости положил до нее глаз, в которых проложены коммуникации, которая освоена, на которую люди потратили свой труд для того, чтобы ее как-то облагородить. И вот еще интересно, что люди подозревают, что кто-то из сильных мира сего очередной раз, олигархов по всей видимости, захотел просто завладеть этими земельными участками. Это, конечно, только предположения. Но, извините, у нас в Краснодарском крае при такой цене на одну сотку возле моря все предположения становятся вещами вполне очевидными. Непонятно, почему нас, граждан России, законных приобретателей, добросовестных приобретателей сейчас привлекают в суду за то, что мы, как граждане России, стараемся для России. Мы строим, мы развиваем туризм, как говорил Владимир Владимирович Путин и губернатор нашего края. По моему участку, по 118-му, было решение апелляции Краснодарского края, которое рассказывает о том, что именно все те постулаты, которые генеральная прокуратура приводит в своих исках, все это уже рассматривалось слово в слово. И арбитражный суд вынес решение, которое отказал департаменту имущества признавать это земли курортного назначения за Краснодарским краем. Если уже в апелляционном суде это рассматривалось, то суд, в принципе, не мог принимать этот иск от генпрокуратуры, либо все-таки они должны были подавать на восстановление исковых сроков, а не заново подавать в суд. Это не только наше шепсинское дело, судя по всему. Об этом говорят в Сочи, об этом говорят в Геленджике, об этом говорят в Ленинградской области, об этом говорят по Волге. Такое впечатление, что кто-то хочет раскачать лодку российской государственности. Ну, посмотрите, вот там вот большое количество домов, скажем так, под горой. Они никому не нужны. Никто не сносит, не забирает. ИЖС, люди живут спокойно. Почему? Ну, потому что далеко от моря. Нужна вот та земля, которая поближе. Для рекреации, для туристических нужд. А что мы видели с вами сейчас? Не для туристических нужд, и сейчас люди используют эту землю, когда они ставят там гостиницы благоустроенные, красивые, как мы с вами видели. Но нет, по всей видимости, земля нужна не для этих нужд. Точнее, для туристических, но для туристических нужд других лиц, нежели чем которые сейчас. Спростные и смертные здесь имеют свои гостиницы. Мы вместе с супругом приобрели участок в аренде под ИЖС. На сегодняшний день подан иск о том, что мы неверно используем данный участок, несмотря на то, что мы построили коммуникации. На участке не было ничего, ни света, ни воды, ни канализации. Участок был заброшен, были поросли ежевики, никаких реликтовых растений там никогда не находилось. Также было заброшено здание, в котором бомжи топили дом полами. Рядом со мной соседка, мать-одиночка с тремя детьми. Муж находится на СВО. И в это время эту семью тоже выселяют. Я работаю учителем в этой школе, в ШИПСИ. Как я должна учить детей патриотизма? Мы эту землю взяли тоже через перуступку прав. Днем и ночью я там пахал. Я сам бывший работник МВД России, министерский. А тут пришли прокурорские и говорят, что я тут преступник. Я всю жизнь боролся с преступниками. Мне кажется, я преступник. Я был в сговоре, вещество земли, в которую я душу вложил. Я больше 70 деревьев посадил. Там было бурьян, камни. Господин президент, примите нашу в сторону. Будьте гарантом наших простых россиян. Ну вот по мнению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посмотрите, ОПГ, люди организованно осуществили захват земель недалеко от Сочи. Посмотрите, настоящие бандиты. Обычные люди, налогоплательщики, из которых и складываются заработные платы наших вот первых лиц Российской Федерации. Прокуратура обвиняет в незаконности переуступки этих вправ. И сама не назначают, чтобы доказать эту незаконность, экспертиза. А ее отклоняют. Вот сейчас, если отберут все это, все снесут, построят пятизвездные отели, и кто может приехать? Только родители, у которых кошелек достаточно толстый, они смогут своих детей отправить на отдых. Прокурорские говорили, что ключевое слово побыстрее рассмотреть. Никто не сказал справедливо рассмотреть. Вот это мой дом. Я, чтобы его построить, продал квартиру в Подольске. Теперь мне говорят, его нужно сломать, потому что якобы он построен незаконно. И что, и получается, я остаюсь на улице. Пока чиновники в 13-14 годах делили участки, я в этот момент был в списках войсковой части 34-080. Я родину защищал. Ну вот, Шипси, красивейший, живописный уголок нашей огромной страны, туристический. Что интересно, иски коснулись далеко не только тех бедолаг, у кого хотят там подобрать единственное жилье в Шипси. Или их гостиницы, которые они встроили, ну, многие там полжизни. Но и тех, у кого здесь просто участки, им вменяют то, что они вообще никак не используют землю. Не по назначению и никак. Вот так интересно. Есть у вас строение, значит, незаконно используете. Не по назначению, не от строения. Не используйте. Все нужно отобрать. Получается, это у меня единственное жилье. Все, что у меня было, я вложил сюда. Сейчас получается так, что я сейчас лишусь единственной возможности, ну, где-либо проживать. Не хотят выплачивать компенсацию. То есть уходите, мы заберем все, а вы идите куда хотите. То есть получается это, что с пенсии купить палатку, идти жить на берег речки. Двойные стандарты, они, ну, не очевидны, когда они на бумаге. Но когда их показываешь воочию, становится все понятно. Вот посмотрите. Вот это тоже шипси. Вот здесь вот земельный участок внизу. Как раз тоже такой же арендная земля. Тоже претензии Генеральной прокуратуры есть на изъять этих земельных участков. И вот, посмотрите, стоит сиротский дом. Вот еще один сиротский дом. Точно на такой же арендованной земле абсолютно все те же условия, что и на тех участках, которые подает в суд генпрокуратура. Здесь никаких претензий не имеет. Вот так же вот здесь стоит многоквартирный дом. Тоже претензий у генпрокуратуры нет. Хорошо, конечно, зачем же люди должны страдать. Но почему двойные стандарты? Почему одних людей? Можно убирать с этой земли, сносить их жилье, там, гостиницы, а других трогать нельзя. Вот это вот район у нас жилая зона. По всем документам везде. Нам переступили эти участки. То есть мы не имеем права здесь строить капитально, но у нас временные сооружения, хозяйственные назначения. То есть люди живут в этих домах. И, пожалуйста, гараж напротив. Удобно. Расторгали договор аренды, так как неисполе нецелевое. И вот результат. Я на суде спрашивал. Администрация, пожалуйста, ну что вы теперь не делаете? Зачем вы забрали? Был ухожен, огорожен все. А теперь посмотрите, что здесь творится. Помойка, туалет, дохлые коты. Мухи, а люди живут, приезжают отдыхать. Курорт. Это что, вот курорт? Удивляемся. Мы при чем? Мы, наоборот, здесь овраги осваиваем, сорняки, делаем красоту. Чтобы люди приезжали. У нас со всей России люди приехали, специально купили здесь квартиры, однокомнатные, для того, чтобы поправить здоровье. Все пенсионеры. Вот семья, пожалуйста, да? Бывший военный. Сын воюет. Это получается, пока сын воюет, значит, у родителей надо отбить. Ну как так? Вот, пожалуйста, тоже. Люди переступили вот этот участок. Вон трасса. Здесь овраг. Люди, посмотрите, навезли сюда землю вот через это. Все вручную. Кому это надо? За что у них забрали вот эту землю? Вот я тоже взяла в аренду участок 690, у меня 5 соток. Но он на склоне. И чтобы, когда все время даже сильное, чтобы земля не уходила, я сделала клумбы из блоков. А мне сказали, что это капитальное строение, да. Само лично таскала. Я набрала кучу кредитов, чтобы это все поднять, сделать. Вот мое хозяйство. Курочки, вот теплица, то, что возможно. Пожалуйста, ничего такого у меня нет. У меня участок находится в зоне G3, это согласно ИСГД. Каждый год с 17-го года я писала на вид использования, на изменения. Мне каждый год отказывали. А в этом году вообще забирают все. Вот это по всему видно парковка некогда огромного пансионата Шипси. Здесь раньше ремонтировали автомобили пансионата. Видно яма, да, вот эта территория. А сейчас здесь, вот посмотрите, построили, ну, несколько таунхаусов. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь люди, кто-то в ипотеку, кто-то за наличные средства приобретал себе единственное долгожданное жилье, ну, практически у моря. И теперь, сейчас, вот эти таунхаусы, судя по всему, точно так же под эту же гребенку будут сносить. Потому что администрация, якобы, подчеркну еще раз, незаконно людям передала эту землю в аренду. Сейчас будем подробно узнавать. Мы приобрели вот этот вот прекрасный дом. И сегодня заместитель генерального прокурора подал иск о признании данных построек самовольными строениями. И в итоге мы должны снести их за свой счет. Но дело в том, что когда мы приобретали, естественно, мы смотрели все документы. И в, опять же, выписках из Росреестра четко было указано, что государственная собственность на дальние земельные участки не разграничена. Черным по белому написано, что администрация Топтинского муниципального района вправе заключать договор о аренде. Мы вот бабушку привезли в 2014 году из Луганской Народной Республики. Также у нас еще бабушка должна приехать, которую мы вывезли из зоны боевых действий полгода назад, которая несколько месяцев просидела под бомбежками в подвалах. Я с Луганска, Лисичанск. Уехала сейчас там в Клемяннике. Дня и ночи думаем, не спим о том, что они там под бомбежкой. Ну, а нас выгоняют. Вот как? Разве такое им даже не приснится? Уважаемая генеральная прокуратура, ну какие к черту реликтовые деревья? Посмотрите, из-за этого, как вы говорите, реликтовых деревьев, во что на самом деле никто не верит, могут оказаться на улице дети, женщины, старики, кстати, из Луганской Народной Республики. Приехали после долгих бомбежек. У нас сейчас в современной России этих людей выгонять на улицу только потому, что облажалась местная администрация много лет назад. Но это, по крайней мере, очень странно. Хотела обратить внимание, что выписки из ЕГРН, опять же, официальные документы, которые мы получали из Росреестра, в Росреестра, черным по белому прописано, что данные правообладатели отсутствуют. Что это значит? А это значит, вот на предыдущей странице указано, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которой не разграничена. В соответствии с федеральным законом 137 ФЗ, орган администрации муниципального образования Туапсинский район, с которым мы заключали договор аренды, уполномочен на распоряжение таким земельным участком. Вот, пожалуйста. Это запрописано. Вот, вот. Приехал представитель Краснодарского края, который 10 лет выдавали документы, что земля им не принадлежит. И знаете, что девушка сказала? Она сказала, извините, мы просто в 13-м году не знали, как обращаться с этой землей. А теперь 10 лет спустя мы думаем, что надо было обращаться по-другому. Они 10 лет назад сделали ошибку, за которую я в 23-м году должна нести время этой ошибки. Вот такие вот у нас чиновники. Посмотрите, многоквартирные дома, сирот, вон еще дом. Хотите посмотреть, как работает, ну, такая вот своеобразная государственная рулетка в России? А вот так. Выбор пал только вот на эти таунхаусы. Остальные сносить не будут. Генпрокуратура требует снести только вот жилье людей. Многоквартирки, ну, наверное, накладно бунтовать будут. А таунхаусы, ну, что тут, мало людей пострадало, да? Я переселенка с Южного Казахстана. Можно сказать, бежали от национализма и притеснения русскоязычного населения. Приобрели здесь участок. Как вы видите, под над дорогой. Привела здесь свет, расчистила участок, потратила немалые деньги. В данный момент времени я проиграла первый суд, я из первого иска. Где не учли никакие документы, которые были получены в топ-сидских организациях. И просто выселяют нас на улицу. Мы граждане своей страды, получая в государственных инстанциях документы. А другая государственная инстанция, именуемая Генеральной прокуратурой, признает их недействительными. Кто защитит наши гражданские права? Денег нет, места нет. Реально некуда даже вывезти свой контейнер. Что, и здесь же чья-то земля? Куда вещи распродажи, что ли, на Авито устраивать? Покупайте люди добрые с молотка, а мы нам на вокзал. Я приобрела участок в 1922 году. Меня сразу же шеет. Районная администрация определила о том, что я не использую участок в целях, который прописан в договоре аренды. Хотя у меня в договоре аренды был прописан личное подсобное хозяйство. В этом году я получила решение суд о том, что я все-таки использую участок, как положено. Я сразу, прямо в этот же день, получила иск от прокуратуры о том, что я, оказывается, тут нарушаю. Природу погубила. Построила же же этот домик, хотя у меня есть разрешение на строительство. Но, в общем же же, и участвую же в сговоре. Я вложила столько трудов, столько всего, одна. И тут, пожалуйста. Что интересно, вот эти вот земельные участки находятся, ну, наверное, тут на нескольких километрах, а вот в той туристической зоне, и уж тем более от русла самой реки. Но это не мешает Генеральной прокуратуре России также заявлять, что эти земельные участки подтопляются. Здесь люди не имеют права ничего строить, находиться и жить. Опять же, возникает вопрос, ну, кому в лесу люди здесь помешали? Ну, ответ только, наверное, в том, не кому помешали, а кому понадобилась земля. С Украины нас с мамой выгнали. Жили на севере, с севера нас тоже попросили. Продали мою квартиру, машину, чтобы переехать сюда. Это было еще в 2015 году. Приобрели этот участок переуступкой аренды. Все документы заключали в Едином государственном реестре недвижимости. Все они у меня есть. Все завизированы. Вот, смотрите, договор переуступки, договор аренды, дополнительное соглашение. Даже разрешение на расчистку участка на каждый. У меня здесь каждый пенечек прокуратура сама приезжала и переписывала. Есть акты обследования земли. Домовая книга. Мы с мамой здесь прописаны на постоянке. Вот сейчас у меня сын с внуками наконец-то тоже смогли сюда приехать. У них садик закрылся. Они здесь хотя бы могут ходить в садик. Вот это все, смотрите, вот видите сколько. Вот это документы законные, которые мне выдавали государственные службы. А теперь я 24 мая выясняю, что я преступница перед государством. Я участвую в преступном сговоре, потому что я, значит, врежу людям нашей страны и не даю им здесь свободно отдыхать. Вроде бы как в этом миске прокуратура конкретно пишет, виноваты такие, 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 вот эти неправильно выделили земли. Но у меня нет ни одной бумаги, где я подписала что-то незаконное, что я какую-то взятку кому-то отдала. Почему я перед нашей страной в ответе, за что я в ответе, теперь нас гонят отсюда. Вот эти вот домики, вот это домики, вот этими вот руками. Знаете, она со мной на равных строила, вы не поверите. Она со мной тягалась на равных. Сынок приезжал в отпуска, вот сколько был, вот это наша была мужская помощь. Вы представляете, теперь говорят, мы это все должны сломать. Понимаете, я единственная дочь, получается, профукала мамин дом. Я ее уговорила этот дом продать. Я вообще не понимаю, я верю в наше государство. Я считаю, что оно великое, оно сейчас помогает моим землякам, которые пострадали. Я считаю, что наше государство и найдет возможность и нас защитить. Разберется, в конце концов, в этом деле и поймет, что, ну, наверное, все-таки прокуратура что-то нарушает. Мне написали, что мы находимся в пойме реки Шипсину. Извините, где река, где мы? Мы на выезде, вон, слышите, да, трасса под нами. Владят бомжей просто. Хотя, с другой стороны, я смотрю, беженцам с Украины здесь выдают сертификаты жилья. Не где-то в средней полосе, а на югах. А своих же местных они просто-напросто выгоняют с земель. Здесь 48 участков, 159 строений попали под эти суды. Ну, как, по всей видимости, считает Генеральная прокуратура Российской Федерации, они делают, ну, благое дело, возвращают земельные участки в собственность. Ну, большой вопрос кого? Кто станет конечным бенефициаром того, что сейчас отбирают у людей? Отбирают у людей, и еще раз подчеркну, вот более там 145 земельных участков. Это, ну, больше сотни человеческих жизней, больше сотни бомжей. Редактор субтитров А.Семкин